Всем привет! Лодочный мотор TATPOL, копия Yamaha 9915. Мы провели диагностику этого мотора. Отсутствует винт регулировки холостого хода. Видимо, он выкрутился сам от вибрации. Мы его вкрутим. Было настроено опережение зажигания. Когда мотор только привезли, механизм опережения жил своей жизнью. То есть это просто было что-то с чем-то непонятное. Но и при этом, когда мы даем полный газ на румпеле, заслонка открывалась не до конца, а лишь досюда. Хотя можно было еще есть большой запас. Это мы тоже настроили. Мотор работал не в полную мощность. Настраивая угол опережения зажигания, Было выявлено, что метка TDC не соответствует верхней мертвой точке. Еще один момент, который был обнаружен в ходе диагностики. Масло в редукторе со стружкой. То есть видно, отчетливо видно стружку. Специфический запах масла. Что-то среднее между запахом газа и запахом горелого масла. Скорее всего, в редукторе было что-то сломано. А точнее, просто развалилось. Поэтому необходимо сливать это масло со стружкой и диагностировать редуктор. Разбирать его полностью. Смотреть, что вышло из строя. Стружка в масле говорит о том, что может качество исполнения с основных частей в редукторе не по технологии сделано. То есть стираются постепенно. Либо не отрегулированы шестеренки угол зацепления. Другой завода. Пятно зацепления не соответствует определенным стандартам. И происходит такое. Может быть что-то все-таки развалилось там. Может подшипник. Обычно, когда я сливаю масло с таких редукторов, все сразу бегут проверять, не травит ли у нас газовый баллон. Сняли обойму вала. Ищем, в чем причина. Пружина храповика на месте. Шестеренка целая. Внутри тоже пока что визуально все целая. Но виднеются какие-то кусочки, которые лежат сейчас на шестеренке. Зубья тоже целые. Значит будем искать дальше. Что-то как-то закусывает. Крутится, крутится и закусывает. Сейчас снимем торсионный вал. Возможно, что рассыпался игольчатый подшипник. Гайка уже ослаблена. Вал должен выйти спокойно, но он не вытаскивается почему-то. Да, развалился подшипник над пиньоном. Все что ли? Посыпались иголки. Посыпались. В общем, развалился подшипник над пиньоном. И игольчатый подшипник торсионного вала. Причина этому, скорее всего, качество изготовления. Вот они, иголки с одного и с другого подшипника. Большие и маленькие. Шестеренки. Вроде бы целые. Да, шестеренки не пострадали. Подшипник этот определенно под замену. Пиньон. Так, это какой-то осколок. Пиньон тоже целый. Этот подшипник уже совсем заклинил. Вот так. Что с тем подшипником интересно? Тот подшипник целый, но тоже под замену. В таком случае, когда в масле появляется стружка, эта стружка работает как абразив. Она попадает во все трущиеся части. И все подшипники, соответственно, должны быть заменены. Дальше мы смотрим, насколько пострадал грибной вал. В принципе, он особо и не пострадал. Можно попробовать шлифануть. А вот торсионному валу повезло гораздо меньше. Видно отчетливо, насколько он съеден, потому что он крутился уже не в подшипнике, а в стружке, в осколках. Торсионный вал под замену. Проводим диагностику дальше. Снята пластина основания помпы. На первый взгляд, втулка вроде как не пострадала. Завершив диагностику, связались с владельцем мотора. Принято решение о восстановлении редуктора. По нашим рекомендациям меняются все подшипники. То есть, это подшипник переднего хода, подшипник заднего хода, подшипник над пиньоном, подшипник грибного вала и подшипник торсионного вала. Также меняется сам торсионный вал. Вот он новый. Это вал 63В, то есть, это ямаховский вал. Видно разницу, да? Какой вал должен быть? И что с ним стало? Шестеренки оказались в отличном состоянии. Новые сальники. Также был восстановлен грибной вал. Вал был отшлифован в том месте, где ходит по втулке, там, где входит подшипник и где ходит сальник. Как раз в этом месте подшипник ходил по стружке и всю поверхность запоганил. Прокладку под пластину основания помпы менять не буду. Она еще будет работать. Уплотнительное кольцо обойми грибного вала тоже менять не будем. Оно еще очень долго будет работать. Но, конечно же, если вы в них сомневаетесь, можно и поменять. Втулка торсионного вала не пострадала, поэтому менять мы ее тоже не будем. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok включить не сможем. Что касается прокладок на винты, и в данном случае это болты, слива и уровня масла. По инструкции эти прокладки являются одноразовыми, то есть их надо менять каждый раз, когда мы сливаем или заливаем масло. Но мы их менять не будем, потому что они еще в очень хорошем состоянии. Как показывает практика, в принципе каждый раз менять их не обязательно. Чтобы убедиться, что редуктор герметичен, то есть сальники установлены правильно, в корпусе редуктора нет никаких трещин и нет таких мест, через которых вода может попасть в редуктор, для этого производится опрессовка редуктора, то есть в редуктор подается давление до 1 кг, не более 1 кг на сантиметр в квадрат. Как делать опрессовку мы уже на канале говорили, в том числе и о слабых местах копий Yamaha 9915. У нас изготовлены специальные диагностические коннекторы с резьбой под разные моторы. Здесь резьба М8 шаг 125. Теперь подается давлением в редуктор. Давление 1 кг, стрелка не падает, значит пока что все хорошо. Но это еще не все. Пока редуктор находится под давлением, нужно прокрутить торсионный вал, попереключать передачи, включить переднюю или заднюю передачу для того, чтобы грибной вал тоже крутился, подергать затягу из стороны в сторону. Грибной вал в том числе нужно рукой крутить, из стороны в сторону его подвигать вперед-назад, чтобы убедиться, что сальник держит. Убедиться в герметичности уплотнительного кольца. В принципе, если там будут проблемы, то давление будет сразу падать. Вы это обнаружите. В принципе, можно редуктор опустить целиком в воду. Если пойдут пузыри, значит соответственно давление падает. Но у нас здесь все хорошо, давление остается неизменным, значит можно заливать масло. Масло в редуктор лодочного мотора заливается через нижние отверстия под давлением, закачивается до тех пор, пока не появится уровень. То есть не будет видно, что масло наполнилось до уровня. Для закачивания имеются специальные насосы. Теперь, когда все готово, можно ставить редуктор на мотор, для этого на моторе включаем заднюю передачу, на редукторе включаем заднюю передачу. При включении задней передачи нужно провернуть грибной вал. Перед установкой редуктора смазываются шлицы торсионного вала, резьба на тяге переключения передач, а также перед установкой винта смазываются шлицы грибного вала. Устанавливая редуктор, нужно прокрутить маховик по часовой стрелке до того момента, пока торсионный вал не зайдет в зацепление с коленчатым валом. Лучше всего, когда один человек устанавливает редуктор, а второй проворачивает маховик. Затягиваем болты, смазав морской смазкой. Соединяется муфта переключения передач, затягивается и включается нейтральная передача. Если на нейтральной передаче, проворачивая винт, нету никаких щелчков и закусываний, значит переключение передач настроено правильно. Термостат работает, передачи работают. Задняя. Кнопка не работает. Ну все, осталось сделать кнопку и все готово. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!